Да, сегодняшняя игра это показатель разницы между исполнительным мастерством нашей команды и командой Кунглун. Она существенна. Спасибо за комментарий. В зуме у нас есть вопросы? Петр на связи или отключился? Никого нет в зуме? Спасибо за комментарий, Андрей Леонидович. Привет. Никита Кучеров начал свой сезон в НХЛ с трех заброшенных шайб и одной передачи. Он идет на 320 очков за сезон. Нападающий системы Тамбо Максим Грошев отличился за Сиракьюз в первом матче турнира АХЛ. Но мы не спали этой ночью из-за того, чтобы посмотреть дебют Матвея Мечкова за Филадельфию. Как бы не был хороший хоккеист в межсезонье, как бы он не играл, но во время чемпионата все совершенно иначе. В этом быстро убедился и Матвей, который впервые вышел на лед в официальной игре и сразу же столкнулся с совершенно новой опекой, чем была пару дней назад. И тут Мечков немного потерялся. Потому что соперникам уже плевать на твой талант, у них своя жизнь и свои контракты. Матвей начал с того, что удалился. Начал цеплять играть как плюшкой, а арбитр этого не оценил. Потом все пошло наперекосяк. Вроде бы получалось создавать моменты, делать неплохие передачи, но на деле вообще ничего не выходило. Надо отдать должное. Матвей старался, вес на ворота. А тренер доверял ему. Мечков заработал удаление на себе, но эффективность атак у него серьезно снизилась. В итоге нет набранных очков, нейтральный показатель полезности и неудача в серии буллитов. Его команда правда выиграла, что наверное делает вечер Матвея не таким уж ужасным. Но надо знать этого хоккеиста. Для него успех клуба это вообще ничего не значит. Главное, как выступил он сам. И тут есть серьезные вопросы. А что будет дальше, когда приедут более крутые соперники, чем Ванкувер? Их, кстати, невозможно будет вывести из себя, как было в России. Ведь многие не понимают русский. И даже хорошо, что не понимают, иначе была бы беда. Но и сказать, что Мечков выглядел совсем плохо нельзя. Он старался, а это ценится в лиге. До следующего матча уже менее суток. Он пройдет в Калгари. Павел Бучневич делает дубль и набирает 3 очка за Сент-Луис в матче против Вегаса. Но партнеры его не поддержали. Команда проиграла. У Ивана Барбашова 1 плюс 1. Нефтехимик проиграл в Сибири. Северсталь уступила Кунбуню. А в АХЛ стартовал новый сезон. Об этом мы уже сказали. И в турнире очень много российских ребят, у которых разные задачи. Турнир в АХЛ очень интересный. Тем более некоторые наши клубы стараются формироваться игроками оттуда. И многие из них становятся звездами нашего турнира. Но мы поговорим о российских ребятах. Уже вечером в субботу на лед впервые выйдет Никита Гребенкин, чей отъезд за океан пошел не по плану. В главной команде Торонто он не закрепился. Его отправили набираться сил в АХЛ. Но в выставочных матчах тоже было без блеска. А Никите необходимо выбираться из фармклуба. Последние контрактные года у нескольких ребят. Денисенко уже давно должен был ехать в Россию, но зачем-то пыжится попасть в Вегас. А будет выступать за Хендерсон. Ничего не светит в системе Баффала Кисакова. Он даже не попал в заявку на первый матч фармклуба в сезоне. Шанс у вратаря Жиренко. Но, зная вратарскую бригаду в Сент-Луисе, тоже немного вариантов развития событий. Скорее всего, он вернется в Россию. Посмотрим, что даст год в АХЛ российским голкиперам. Молодым ребятам. Хажееву, Мурашову, Бутиецу. Это будет очень интересно. Есть и парни, которые вот-вот перерастут АХЛ. Им надо выделяться в каждом матче. Речь про Пономареву из системы Квейсбурга. Неучивая из системы Баффала. И его одноклубника Комарова. В АХЛ бойня в каждом матче хоккей не похож на НХЛовский. Но это отличная школа жизни. Защитник Николай Кныжов. За плечами которого более 80 матчей в НХЛ. Решил не возвращаться в Россию в систему СКА. А подписал контракт с клубом ИСКОСТ в Цинценати. Неужели там лучше? И последний. Адмирал отказался от двух игроков, которые приехали в этом межсезонье. Контракты расторгли нападающий Михосенок и Сагадеев. Как же быстро там рубят в Владивостоке. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok